Даниэлем Кайгермазовым Режима самоизоляции Вот, ну что ж, дорогие мои Поехали, и сначала, как обычно Российские новости Пожалуйста Реа Новости, двоюродный племянник президента России Владимира Путина Роман Путин стал руководителем Партии «Народ против коррупции» Романа Путина избрали на пятилетний срок По итогам тайного голосования Роман сказал журналистам, что Первоочередная задача партии Региональные выборы в сентябре Следующий шаг – Государственная дума Скажи-ка, дядя, ведь не даром Совсем не даром Да, племянник Путина Стал главой партии «Пчелы против меда» Ну, теперь понятно К чему это Володин до днях Трындел о том, что после Путина будет Путин Шутка о том, что Родились при Путине и попадем В рай при Путине Перестает быть шуткой На следующих президентских Выборах Российский народ сможет выбрать любого Путина в президенты Какого захочет Потому что у нас демократия Партия «Народ против коррупции» Народ давно против коррупции Нужно было назвать партию «Чиновники против коррупции» Но, видимо, язык не поворачивается Назвал бы «Коррупция против народа» Было бы не так смешно, как «Народ против коррупции» А то ваша партия звучит все равно, что «Народ против кумовства» Дальше Адвокат Ефремова Пашаев сообщил о наличии Достаточного количества доказательств невиновности Актера ДТП Пашаев частично признал, что его подзащитный был за рулем автомобиля Частично, ответил защитник на вопрос Признает ли он, что за рулем был Ефремов Пашаев снова повторил, что Ефремов был пьян и ничего не помнит Поэтому я с ним разговаривал Я его убеждал, вину всегда признать успеем Сказал Пашаев Если мы поймем в суде, что наши доказательства не обоснованы И не имеют юридической оценки Конечно, мы будем признавать свою вину И будем приносить свои извинения Заключил Пашаев Алиби просто железное Походу адвокат так и просек, где Ефремов штормиловку покупает Этот Пашаев, ей-богу, отнимает хлеб у прокурора Частично находился в машине Как я и говорил в прошлом выпуске Ефремов оказался чуть-чуть беременным Ничего не помнит Да-да, это жалкое бренное тело актера Совершило ДТП А светлый разум Ефремова в это время находился в другом измерении Вы не понимаете Он просто сидел в машине И вдруг весь мир коварно поехал навстречу и врезался в него Мне кажется, если Ефремов еще немного подкинет бабла адвокату То адвокат признается, что это он был за рулем Будет зиц-председателем Дальше Достижения последних десятилетий по борьбе Всей страной И вот опять Да, послушаешь, Мишустина, такое ощущение, что коронавирус у нас уже лет тридцать Достижения по борьбе с бедностью Друзья, под угрозой оказалось то, чего никогда не было Двадцать лет они, видите ли, боролись с бедностью И все это рухнуло за какие-то четыре месяца Я ни на что не намекаю, но, видать, небольшие были достижения Раз какая-то вирусная фигня всего за четыре месяца победила Двадцатилетний прирост богатства доселения Эх, жаль, не успели достижения в нашу железобетонную конституцию вписать Тогда бы точно сохранили Теперь опять двадцать лет придется наверстывать то, что за четыре месяца перечеркнул коронавирус Всю дорогу вторую мировую и девяностые годы вспоминали Теперь будут лет пятьдесят коронавирус вспоминать Нам, знаете ли, всегда что-то или кто-то мешает Так и отправляемся в рай бедными А так, если ковид помешал нам стать богатыми То почему на чиновниках это никак не отразилось, а? Может быть, ваши зарплаты и ваши чрезмерные аппетиты мешают победить бедность, а не вирус, а? В общем, не прошло и года, а заговорил как Медведев Тот, если отливал в гранит, так этот вообще наложил в гранит Дальше В Хабаровске 11 июля прошел митинг в поддержку Сергея Фургала Эта акция протеста стала крупнейшей на Дальнем Востоке за последние десять лет В митинге приняли участие от 12 до 35 тысяч человек Второй митинг прошел на следующий день Он начался с утра и продолжался до глубокой ночи Также в городе прошли шествие и автопробег в поддержку Фургала Ранний следственный комитет возбудил головное дело против губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Его задержали по данным следствия А Фургала является организатором покушения на убийство и убийство ряд предпринимателей Хабаровск, конечно, отжег, что да, то да Думал, что по Первому каналу снова скажут, что это Благодарный народ празднует поправки в Конституцию Но нет, вообще ничего не сказали А вообще, митинги за чиновника, губернатора, это что-то новенькое у нас И там народ скандировал такое, что в Москве, наверное, реально хренели Наши власти на всю страну сделали губернатору такую рекламу, о которой ему можно было только мечтать Не, я вообще не сторонник партии ЛДПР Эта партия мне даже противна Я не собираюсь становиться на сторону Фургала Я не знаю, виноват он или нет, но обвинения достаточно серьезные Но, невооруженным глазом видно, что здесь попахивает политикой Меня терзают смутные сомнения Видимо, думали, что все пройдет как по маслу Но не учли того, что губернатор-то оказался избранный, в отличие от некоторых 15 лет всем было глубоко до фонаря И вдруг, по волшебному совпадению, подняли запалившееся дело С 2005 года за ним наблюдали, но, видимо, боялись пугнуть За это время он успел стать депутатом местного парламента Затем депутатом Госдумы и губернатором Оглушительно опрокинув кандидата от ядросни Потом он гонял ядросню так, чтобы пыль стояла Так вот, все это не выглядит как чистка коррупции и криминала во власти Это выглядит как политический заказ Чистка начинается с персонажей покрупнее Ну, например, с Чубайса Это точно Но рыжий вроде не сидит А если фургал и правда уголовник, то представляете, какой это пердец Это же как надо не возлюбить зажравшуюся московскую власть с ядросней Чтобы народ вот так за мутного губера топил Интересно еще другое Ядросовские губернаторы могут похвастаться такой явкой народа в свою честь? Проблема заключается в том, что люди настолько не верят властям Что даже если он реально бандюган, люди в это просто не поверят Вот до чего докатилась система На самом деле, такое недоверие сигнализирует об огромном кризисе Благодаря вот этому представлению, все теперь выглядит примерно так На всех губеров и чиновников, походу, есть запылившиеся папочки И получается, что они все криминалюги Даже те, кто эту папочку хранил до лучших, так сказать, времен Можно только представить, что висит на остальных кремлевских губернаторах Знаете, иногда складывается ощущение, что во власти почти нет людей без криминального прошлого Я уже молчу про тех, у кого есть криминальное настоящее Чего уж стоят слова Жирика о том, что Фургал уже три года в Москву чемоданы с деньгами не возил Ну, а остальные губеры, наверное, возили Так что их возможные папочки, походу, пока запечатаны под грифом секретно Как-то так Дальше Еще один провал Норникеля На Таймыре разлив топлива Компания Норильстрансгаз, которая входит в группу компании Норникель Подтверждает факт разлива авиационного топлива на Таймыре вследствие разгерметизации трубопровода Произошла утечка 44 тонн керосина Топливо попало в почву возле реки Большая хита Ее загрязнение удалось избежать Следственный комитет возбудил дело Пришлось вводить режим ЧС На данный момент разлив авиатоплива локализован Спасатели приступили к ликвидации последствий Норникель и Потанин, походу, работают на госдепы НАТО Других объяснений я не вижу Разлив за разливом, прорыв за прорывом Какое-то недержание керосина Это, походу, мины Ленина начали бумкать О которых говорил темнейший Видимо, это проклятые коммунисты подсунули Потанину гневые трубы 30 лет назад Теперь страдает экология из-за них Да, на речке хита чуть не случилась Большая х... Новый поняли И опять не Потанин виноват Ну, если его посадить То с кем в хоккей потом играть в самом деле Слава богу, у Потанина ядерных реакторов нет Да и слава богу, что всего 44 тонны разлили А не 20 тысяч, как в прошлый раз Сечете, чему мы уже радуемся Не тому, что аварии больше не будут случаться А тому, что в этот раз меньше разлили, чем в прошлый Там еще заявили, что будет внутреннее расследование Да-да, их внутреннее расследование может показать, что природе стало даже лучше Дальше Скигумен Сергий, захвативший среднеуральский женский монастырь Записал обращение, в котором потребовал у Путина и патриарха Кирилла Передать ему свои полномочия Иначе он помещал начать полномасштабную муховную войну Передать полномочия мне заявляю и предлагаю вам на международном уровне Президенту России Владимиру Владимировичу Путину Передать полномочия мне Скигумену Сергию Три дня я наведу порядок в России Духовные силы в России есть, о которых вы даже не подозревали Силы у нас есть и в армии, и во флоте, и во всех структурах В противном случае я обливаю вам лично и богоотступнику, патриарху Кириллу Гундяеву И хабатнику во главе с Берлазаром, который управляет Россией Предварительно полномасштабную духовную войну Еще раз напоминаю вам сложить свои полномочия 20 лет вам был дан срок показать, кто правит Россией Вы, господин президент Владимир Владимирович Вы патриарх Кирилл Гундяев И все вы скрытые враги России Кремлевские только от шамана отбились И вот новый заклядатель Вот это у него приход Видос запилил Теперь точно оппозиционеры, все как положено Видеоблогер Интересно, а тикток у него есть? Походу теперь точно хана деду Стоит конечно уточнить какому деду А то мало ли, монаху короче А то развелось тут дедуль Пока шаман в плену Гендальф решил открыть второй фронт Хотя я пока не до конца понимаю Это Гендальф или все же Сарума В любом случае с каждым днем становится все интереснее Даже запасы попкорна уже не помещаются у меня дома Дедуля конечно озорной Несмотря даже на то, что фряга у него посвистывает Напоминает серию из Игры Престолов Где его воробейшество на царей бочку катило Дальше Чужие странности Поехали Спортивный суд КАС Оправдал швейцарскую наездницу Надю Петер Штайнер По допинговому делу В 2017 году после победы на одном из соревнований В организме ее лошади обнаружили тромодол Спортсменку лежали победы И дисквалифицировали на 4 года Наездница смогла доказать в суде Что запрещенный препарат оказался в допинг-пробе лошади случайно Она убедила суд в том, что лошадь съела сено На которое до этого помочился один из представителей команды Штайнер Все это убедило суд Дисквалификацию немедленно отменили Усадцы просто Я аплодирую адвокату стоя И лошади, и наездницы тоже Все прекрасно в этой истории Конь, люди КАС Самый креативный суд в мире Что там дальше? Лошадь нагадила на поле На котором выросла пшеница Из которой выпекли хлеб Который съели американские спортсмены Так что ли? С каждым таким случаем убеждаюсь Какие же лохи наши спортивные адвокаты Вообще, лошади не едят сено Если оно имеет посторонний запах А об этом суд, наверное, не знал Хотя у лошади мог быть насморк Нос был заложен Похоже, если допинг не у российских спортсменов То сойдет любая отмазка Дальше Все уже слышали, что американский рэпер И муж Ким Кардашьян Канье Уэст Объявил о планах баллотироваться в президенты США За 4 месяца до выборов На днях он заявил, что собирается обустроить Президентскую администрацию и страну По модели Ваканды И откуда он столько вибраниума достанет? Чувак хоть знает, что Ваканда Это вымышленная страна из Марвел Он случайно не внук Максим Уотерс Которая верила, что существует такая страна, как Лимпопо А так, если он станет президентом То в Белом доме будет большая такая задница Плюс шашлык-машлык На лужайке долма И армяне в овальном кабинете Будут танцевать лесгинку Играть в нарды, домино и карты Дальше При новости главнокомандующий ВМС Незалежный Алексей Нижпапа заявил о готовности Киева К столкновениям с Россией По его словам, Украина хочет вернуть Крым И готовиться к полномасштабным боевым действиям Нижпапа, видимо, хочет, чтобы из него сделали Нижмаму Может, в аренду пару кораблей дадим? А то топить им нас нечем Главное, чтобы вовремя остановились, когда победят Россию А то в эйфории весь мир пропадят Интересно Сколько кораблей нужно, чтобы утопить весь военно-морской плот Шумеи? Ответ Ни одного Сусидам достаточно отвязать от причала корабли И у них образуется подводный флот Ну а сначала у них будет битва между собой Сто пятьсот адмиралов будут биться за право Кто будет командовать флотом из трех кораблей Дальше На американском универсальном десантном корабле Который находится на военной морской базе в Сан-Диего На ремонте произошел пожар Возгорание возникло на нижней грузовой палубе В момент ЧП на военном корабле находилось примерно 160 человек Всех их удалось экстренно эвакуировать с горящего судна Ну, хоть не коронавирус Ну и как отремонтировали И эти люди еще говорили, что Кузя сильно дымил Но вы не понимаете Где другое? Тут понимать надо Да наш дым по сравнению с вашим апокалипсисом Это просто все равно, что зажигалку зажечь Ну, как говорится, хорошо смеется тот, кто смеется последним Этот корабль так дымил, что можно было подумать Что там выбирают нового папу В общем, на этом все